Капоэра Александр Кимсанов, здравствуйте, Саша! Здравствуйте! Расскажите нам, откуда и как пришел этот вид спорта или искусства? Искусство я все-таки называл, да, потому что Капоэра – это не только движение, но это еще и музыка, негранные инструменты, пение. В чем смысл? Смысл в том, что Капоэра изначально была, скажем так, запретена беглыми рабами. Дабы маскировать свои, скажем так, боевые движения, они их комбинировали с джингой. И джинго, за счет чего и считает Капоэру танцем. Какие могут быть сложности у новичков? Почему нужно заниматься этим видом? Искусство, все время я хочу сказать спорта, искусство, да. Причин может быть абсолютно множество и разные. Начиная от желания похудеть и заканчивая желанием петь, играть на инструментах. Скажите, а музыка какая нужна? Это тоже специфическая, правильно? Музыка, да. Музыка именно бразильская, назовем ее так. Исполняем она, соответственно, тех инструментах, которые были доступны на тот момент. Какие? Беримбао, Атабак, Пандейро и Агло. А я еще слышала и видела, когда хлопают, какой-то ритм выбивают. Это неотъемлемая часть, да, ритм. Капоэру играет, нынешнюю Капоэру, ее играет в кругу, именуемым родом. И хор два. Два человека выходят, играют. Хор, соответственно, начинает петь какую-то песню. Играют взаимодействие два человека, два игрока, капоэриста. Игра может быть совершенно спокойной, в поддавки своего рода. Может быть трюковой, то есть это когда выходят, и кто из них выше, круче, сложнее, прыгнет акробатику. И третий вариант, не без него, конечно. У кого-то может быть не совсем удачный день, и он хочет вот потолкаться, побиться, может быть. И такое бывает. То есть это своеобразный спарринг, можно так назвать или нет? Да, да, можно и так его назвать. Но он был абсолютно разный, начиная от совсем вот показательного и заканчивая контактным. Также мы слышали о том, что есть разные стили Капоэра. Чем они между собой различаются и особенности каждого? Да, есть. Есть медленный ритм и медленная игра. То есть почему медленный ритм я назвал вначале? Потому что задает ритм игра на инструментах. Игроки, выходящие в круг, они слушают ритм. И согласно музыке они двигаются. Это называется Капоэра Ангола. Она играется медленно, вдумчивая. Там очень много совершенно, скажем так, небыстрых элементов, но в то же время они продуманы. В том плане, что задача поймать партнера. Найти в его обороне брешь. А еще какие? Классический сан-бэнто. Это довольно-таки быстрый, средний ритм, скажем так. Он играется уже... Чем еще примечательно, кангола, она именно игра, скажем так, все удары в районе пояса. Режионал, соответственно, он выше. То есть удары уже начинают подниматься выше и выше, соответственно. Цель – это либо стопы, либо голова. Есть ли какие-то ограничения? Может быть, возрастные? Может быть, опять-таки, состояние здоровья, которое не позволяет? Ограничения могут быть только, наверное, хронические какие-то заболевания. Что касательно возраста, ну, от 4 лет и до... Да, вы сможете двигаться без проблем, то есть там уже 60-70, я думаю, это... Есть и такие, да. В Бразилии есть мастера, которые по 70 лезть, и они, тем не менее, выходят в круг. Да, они акробатику не прыгают, конечно же, в этом возрасте. Но, тем не менее, они двигаются очень даже красиво. А соревнования какие-то существуют вообще? По каким критериям выбирают лучшего? Официальных соревнований нет. Критерии какие? Да, есть у нас градации, это вот пояса, они получаются приблизительно раз-два в год, в зависимости от уровня. У нас пояс – это градация цвета бразильского фровода. То есть, начиная от края, это зеленый, и к центру движется. Финальный, скажем так, самый-самый, это белый, белый пояс. Белый самый лучший? Да. Ну, тогда мы готовы уже приступить. Пойдемте, с чего начнем? Начнем с разминки. Итак, разминка у нас начинается. Но по форме я вижу, что у вас вы босиком, я в обуви. Нужно ли разуться для этого? Это индивидуально, в зависимости. Если вы хотите, вы можете остаться в обуви. Если нет, можете ее снять. То есть, мы тренируемся именно босиком. А вот почему? Расскажите нам. Скорее всего, это стереотип о том, что в Бразилии жарко, и, наверное, поэтому они тренируются босиком. Хорошо, тогда мы целиком полностью погружаемся, и я тоже готова разуться. Сейчас мы пройдем небольшую разминку, а потом уже углубляемся. На чем мы с джинги? Движение перемещения, за счет чего, в принципе, и считают коповер джингой. Это такое базовое движение? Можно его назвать и так, да, танцевальным базовым, если это будет проще. Становимся мы в параллель. Позиция параллель называется. Представили, что мы стоим в начале квадрата. Он... Назад. Да, назад у нас. И мы шагаем по его углам. Правая нога назад. Мы нашли, да, квадрат, угол. Вернулись. Еще один угол, да. Параллель. Скива. А руки как? А руки, одна рука на протекции, дабы всякое может случиться. Прикрываем морду лицом. Мордашку. Другая опора у нас рука. А тут уже мы прикрываемся. Теперь соберем. КПР-а. Она как диалог. Есть вопрос. Есть ответ. Вопрос у нас в виде атаки, скажем так. Ответ, ну, защита. Попробуем. Вы будете сейчас махать на меня ногами. Да. Бить? Хорошо. Начнем с джинги. Я должна уйти нас? У меня атака, да. Эскива. Ну, попробуем, потом, если что. А какой ногой вы будете бить, что ли? Я покажу, не торопясь. База. База, база. А, вот так? Да. Шаг параллель. Эскива, эскива. Да. Ага. А потом точно так же? То есть, можно сказать, что я спросил. Как дела? На что вы ответили? Замечательно. Так. Еще раз. Параллель. Эскива. Да. Отлично. И в другую сторону. Вот так? Да. Только мы из параллели, из параллели сразу опускаемся. Ага. А, то есть вот так. Все, я поняла. А что касательно руки, то поменяемся ролями и не спеша. Да? Да. У меня просто... База. Параллель. Поднимается нога. И рука у меня сопровождает почти что на всем расстоянии ногу. Дабы по касательной отбросить, может быть, или уйти от удара. Потому что может быть и такое, когда идет удар. Да. И партнер может, конечно же, положить ногу специально, нечаянно на партнера. Конечно же, будет неприятно. Поэтому у нас руки, конечно же, они защищаются. Мы подкрываемся. Для того, чтобы сделать уход, колесо, именуемое АУ. И делать колесо. Тогда колесо. А именно. А вот для этого. Я уже давно не делала. А, то есть оно как-то перемежается, да? Да. Вот так получилось? Руки на полу остаются. И мы ногу, которую у нас в воздухе, ставим назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александректор А.Егорова Ну что ж, с вами была программа «Где в Ростове?». Держите себя в форме, ведь в мире есть так много разных способов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова